друзья всем привет сегодня будем делать мега полезную приспособу которая пригодится как в слесарке так и столярке делая ее из бруска был меня вот такой старый брусок 100 на 50 вот берем произвольную длину длину я тоже там небольшую использовал вот в дальнейшем нам следует с этим бруском сделать несколько манипуляций вот изначально сейчас мы устанавливаем на циркулярки угол 45 градусов и делаем пропил в двух направлениях вот сначала в этим направлении мы идем делаем пропил затем не убирая упор делаем еще один пропил и вот таким вот способом нам нужно допиться чтобы вот этот треугольник он выпилился то есть осталась пустота в середине вот как видите сейчас я прошел один раз и у нас пока что ничего не получилось получилось вот такая вот штуковина то есть затем понемножечку поднимаем то есть чуть подняли прошли опять с двух сторон опять подняли прошли с двух сторон вы смотрите чем ближе будет упора к диску тем меньше будет выемка в то есть в нашей заготовке какой именно нужно вам эту выемку вы потом все догадаетесь и сами уже сделать какой нужно глубины вот я использовал вот такой в принципе мне этого хватило и чем больше мне кажется лучше но опять же смотря для каких заготовок это будет использоваться вот получилась такая приспособа мы сейчас посмотрим как это работает допустим в трубе нам нужно просверлить отверстие ровно посередине можно конечно было бы зажать в тисках вот но тогда бы у нас посередине могло бы не получиться на сверло могло утили влево или в правую сторону это приспособа нам не дает так сделать она дает нам ровный центр вот как ее настроить опускаем сверло то есть поворачиваем вот угол заточки сверла и смотрим чтобы именно сверло упирал середину вот этого проема нашу заготовку сейчас я покажу вот видите сверло как она заточена и вот как она упирается в середину все на этом наше приспособа настроена можно ее закрепить с помощью допустим струбцин можно и вот прикрутить фанере и потом прикреплять к тискам а можно просто вот как я сейчас в данный момент ну и все пробуем сверлить что у нас из этого получится вот просверлили мы заготовку как видите получается ровно по центру то есть никуда у нас не ушло не влево не вправо получается ровно посередине вот при помощи такой приспособа видеть у нас быстро все получилось сделать по середине просверлить также можно еще на этой приспособе допустим просверлить а металлический болт но сейчас я попробую просверлить изначально конечно скажу что нужно закернить болт потому что если тоненькое сверло все равно она будет уходить сторону и что-то вот закернили и сверлим вот сейчас как видите ровно посередине то есть нужен нам шплин допустим для болта вот так же сверли мы устанавливаем шплинт также данную приспособ можно и в столярке использовать допустим есть вот такой круг и нужно сделать два диаметра на нем то есть допустим действия миллиметров у вас диаметра и 8 миллиметров как это сделать 10 минус 8 получается 2 миллиметра нам нужно снять вот устанавливаем нашу приспособа ровно посередине диска и делаем вылет диска такой чтобы вот высота зуба она выходила на два миллиметра выше нашей заготовки то есть будет сниматься ровно два миллиметра настроили установили упор на какую длину нам нужно снимать эту заготовку и вот такими легкими движениями крутим и у нас снимается лишний материал то есть не торопясь потихонечку это делаем как видите все получается довольно таки быстро вот такой вот заготовку я делал для ручки для ящика получилось очень даже ничего на этом все кому понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал всем пока до новых встреч